Всеобщая потребность Изучения религиоведения На уровне аспирантуры Мы пришли к выводу, что Возможно, людей не стоит называть Homo sapiens Мудрый человек А скорее Homo religiosus Верно, религиозный человек Почему это так? Потому что куда бы вы ни пошли Куда бы вы ни пошли Вы увидите это религиозное волнение У людей есть ощущение Глубоко внутри и повсеместно Что они каким-то образом Не владу с вселенной На самом деле Они чувствуют, что не владу с Богом Они ощущают свою вину Отчужденность, разрыв с Богом Мы жаждем смысла жизни Который выходит за пределы нас Нам нужна сила Чтобы жить той жизнью Которую мы знаем, что должны Но не можем сами Иисус выявил эти проблемы И предложил решение Которое глубже, чем в любой другой религии Вот почему христианство Имеет столько смысла Потому что оно предлагает Решение настоящей проблемы И оно не приукрашивает Не смягчает Не отворачивается от реальной проблемы А называет ее такой Какая она есть Сказано Нет ни одного праведного Даже одного человека Все отвернулись Они все вместе стали ничтожными Все согрешили И не соответствуют славе Божьей В ходе моего исследования Меня поразило Как четко Библия Определяет основную Духовную нужду человечества Мы все отделены от Бога Из-за нашего греха Потому что Он совершенен Чист и свят А мы нет Никто из нас Не соответствует Собственным моральным стандартам Не говоря уже о Божьих Которые бесконечно выше И поскольку справедливость Бога Также совершенна Это отделение должно было продолжаться вечно Но есть надежда Бог не оставил это на произвол судьбы Хотя мог бы из любви Он протянул руку помощи И усилие по спасению Не заключалось в том Чтобы просто дать нам учение И надеяться на лучшее Но усилие, которое это требует И здесь христианство совершенно уникально Усилие, которое потребовалось Чтобы Бог стал человеком Для связи в максимально понятной форме Изложить его намерения и желания И сделать жертвенное условие Запрощение человеческих грехов перед Богом Иисус Иисус – единственный посредник между Богом и людьми Который может быть человеком, стоящим перед Богом И Богом, стоящим перед людьми Он – единственный Богочеловек Он – единственный Бог и человек Способный выполнить эту важную роль По сближению и примирению Исцеление разрушенных и разорванных отношений Между Богом и людьми То, что Иисус сделал тогда Это взять на себя наказание За грехи человечества Чтобы люди были свободны Он принял гнев За их преступления против Бога Бог не только спускается Чтобы протянуть руку к человеку Но и дарит ему свободное прощение Его грехов Решение проблемы не в том, чтобы сделать человека лучше Давайте исправим прошлое Все не так Нет, не получится Ответ Это милость Вы были мертвы в своих преступлениях и грехах Но Бог, который полон милосердия Воскресил нас вместе с Христом Ибо вы спасены благодатью через веру И это не ваше Это дар от Бога Не по делам, чтобы никто не мог хвалиться Среди религий мира Христианская доктрина о благодати Абсолютно уникальна Благодать означает, что мы не можем сделать ничего Что сделало бы нас достойными спасения Выдающееся моральное поведение Или жизнь, полная добрых дел Не решат проблему Потому что прощение от Бога Это дар, который мы никогда не сможем заслужить И мы не можем заслужить Благодать Божья – это способ описать тот факт Что когда Бог любит нас Делает для нас добрые дела Посылает Иисуса Христа в мир Дарит нам своего духа Это не является наградой за то, что мы заслужили И не потому, что мы вынудили Бога сделать это Это просто потому, что Бог нас любит И Он любит нас щедро И Он хочет, чтобы эта щедрая любовь Стала настоящей реальностью в нашей жизни Бог не смотрит на мир, как на разные религиозные группы Мусульман, христиан, евреев и индуистов И не говорит «Мне нравится христианский клуб больше» «В ад с остальными», если говорить прямо Нет, Он смотрит на людей Которые ужасно грешны по сравнению с Его стандартами Которые отчаянно нуждаются в спасении Он предлагает прощение и дает людям возможность Принять Его или отвергнуть Вот почему Иисус единственный путь Потому что Он тот, кто решает проблему Предположим, Бог знал, что есть только одно средство Для решения человеческой дилеммы Это было бы послать своего единственного Сына Если есть лишь одно достаточное средство Не отправляйте Мне притворщиков А если есть только одно необходимое средство Нам не нужны другие Почему Бог должен посылать полторы тысячи аватаров Или спасителей, которые не могут полностью решить проблему Какой в этом смысл? Если Он может послать Своего Сына И это будет сделано раз и навсегда одним человеком И в этом суть Почему Иисус единственный путь? Он единственное средство Благодаря которому мы можем быть спасены Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok